В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одесской области продолжается борьба с наводнением. С 17 сентября украинские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Одесские дороги, проверка водителей на быстроту реакции. Не заметил яму, сам виноват. Генеральный план развития Одессы положит конец строительным злоупотреблениям, считают в областной государственной администрации. В Одесской области продолжается борьба с наводнением, в результате которого за два дня были переселены почти 600 человек из 9 населенных пунктов. В то время как еще 399 домов остаются затопленными. По словам представителей облгосадминистрации, нанесенный ущерб оценивается в 170 миллионов гривен. Однако на деле цифра может оказаться в несколько раз больше. Из-за обильных осадков произошел подъем уровня воды в малых пересыхающих реках Одесской области. В результате в населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино произошло частичное подтопление около 400 частных домов и 250 хозяйств. Только несколько цифр, чтобы вы понимали о том объеме психийной беды, которая есть в этом районе юга Украины. В Тарутинском районе за сутки выпало 365 процентов месячной нормы. Площадь водосбора составляет 50 тысяч гектаров. Напор воды смыл земляную дамбу возле населенного пункта Березино. Вода повредила несколько автомобильных дорог, разрушила газопровод. Ряд населенных пунктов остался без электроэнергии и водоснабжения. Самая сложная ситуация была в Березино. Тут уровень воды поднялся до отметки 1 метр. Счет разрушенных домов перевалил за полсотни. Зданий в аварийном состоянии гораздо больше. Что пострадало? По Тарутинскому району на 9 часов утра разрушено в общей сложности 53 жилых дома. Это саманные дома. Саманные – это глина, солома глина. То есть кровли, черепица, шифер начнут давить, и они, конечно, все сядут, большинство из них. Восстанавливать там, безусловно, нечего. Спасателям удалось откачать воду из 468 домов, а местные жители переселены в дома культуры, гостиницы и к родственникам. Государственная служба чрезвычайных ситуаций привозит продукты питания и лекарства. По объему осадков, которые там выпало за этот промежуток времени, это официальные данные гидрометцентра, свыше 200 миллионов кубов воды. Потоп в Одесской области стал одним из самых масштабных за последние 100 лет. В минувшую пятницу, 13 сентября, жертвами наводнения стали два человека. Общая сумма средств, которые необходимы для того, чтобы порешать те проблемы, которые возникли в этих четырех наших районах, составляет порядка 165-170 миллионов. Всего наводнения охватило 13 населенных пунктов Тарутинского, Саратского, Болградского и Арцисского районов. Два человека погибли, 558 пришлось эвакуировать. Вода убила несколько десятков голов домашнего скота и значительное количество птицы. Для них уже готовят скотомогильники. Полсотни семей остались без крыши над головой. Еще большее количество людей живет под угрозой обвала домов. Денис Соколов, Юрий Весилок, телекомпания «Округ». Говорить о состоянии одесских дорог в очередной раз не хочется, но приходится. Они остаются испытательным полигоном для проверки водителей на внимательность и скорость реакции. Французский бульвар недавно ремонтировали. Фактически, только в некоторых местах приложили брусчатку и отчитались о том, что привели дорогу в порядок. Последние дожди показали, в каком состоянии одна из основных транспортных артерий города. Подмытое водой покрытие расползается, камни выворачиваются. Если не начать ремонт сейчас, к весне или даже раньше, ездить тут будет нельзя. До настоящих осенних дождей еще есть время. Но даже если дороги в порядке, проехать по главным магистралям города в часы пик тяжело. В такой ситуации те переулки, где раньше почти не ездили, становятся транспортными отдушинами. Вот, к примеру, участок итальянского бульвара, а фактически переулок с задней стороны клуба «Палладиум». Пытаясь объехать бесконечную пробку на канатной, водители попадают сюда. А тут, если не успеешь притормозить, придется вызывать эвакуатор. Ремонт ходовой влетит в копеечку. Причем ямы эти существуют не первый год. Мы показывали их множество раз. И никакой реакции городской администрации. С другой стороны итальянского бульвара на троллейбусной остановке тоже большая яма. Подъехать к тротуару и нормально высадить пассажиров тут нельзя. Ремонтируют только на самых видных местах. Нередко там, где и вовсе не нужно. Так, как сделали на площади 10 апреля. По хорошему асфальту положили лучший. А хорошо бы спросить мнение водителей. Парк Шевченко оставляет желать лучшего. Если летними днями в силу хорошей погоды складывается впечатление, что все весьма позитивно, то стоит заглянуть в парк осенью. И невооруженным глазом очевиден беспорядок. Парк украшает поваленные деревья, запущенный фонтан и горы мусора. Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко – самый большой парк в Одессе. Казалось бы, одесситов и многочисленных гостей города должны встречать просторные тенистые аллеи, морской воздух, ухоженные дорожки. Но на сегодняшний день картина складывается отнюдь непривлекательная. После дождей и ветреной погоды в минувшие выходные прогулкой в городском парке можно только испортить себе настроение. Уже на входе на его территорию чувствуется запах туалета, хотя нигде поблизости такового не имеется. Судя по всему, кусты и деревья и служат ватер-клозетом для посетителей парка. О ремонте дорог говорить вообще не приходится. Если прилегающую территорию стадионы облагородили, то на остальные тропинки без сожаления смотреть невозможно. Поднять настроение любителям выпить всегда помогут местные палатки, смело продающие алкоголь рядом с детскими качелями. Еще одним позором парка Шевченко служат сухие растения, нескошенная трава и листья вдоль аллей. В парке до сих пор лежат деревья, поваленные майским ураганом. Теперь к ним присоединились явно недавно обломанные ветки. Вот мусор разбросан, это же не городские власти, это люди. Тут и так поставили возле каждой скамеечки урны. Поэтому я думаю, если бы не наш менталитет, то можно было бы исправить еще положение. Деревья, которые еще остались с прошлого урагана с начала лета, их до сих пор полностью не убрали. Это уже, я считаю, власть, это уже виновата. Тут люди, в принципе, ни при чем. Сам парк, конечно, он достаточно грязный. Хотелось бы, чтобы здесь было больше дворников, чтобы за ним ухаживали, убирали. То есть, вот как вы видите, здесь очень много листьев, и никто не убирает. По крайней мере, я не вижу, чтобы здесь убирали. Поскольку я здесь нахожусь, я, по крайней мере, не видел еще ни одного дворника. И мусор, и раздолбленные все дороги. Ну и вообще, все уже старое. Также сегодня же в парке можно встретить много заброшенных мест времен прошлого века, которые уже успели обрасти бурьянами. Неработающий фонтан, чаша которого давно потрескалась. Но самым приятным, в кавычках, завершением прогулки стал труп кошки, который покоится рядом с центральным входом. Убирать бедное животное пока никто не спешит. Елена Бачевская, Юрий Весилок, телекомпания «Круг». Правомерность строительства жилых домов по улицам Долга бригадной Александра Невского вызвала вопросы у одесситов, которые живут недалеко от места работ. Тогда горожане переживали, что после строительства этих домов солнечный свет вообще перестанет попадать в окна их квартир. Сейчас представители застройщика решили тоже публично выступить и привести аргументы в свою пользу. В телекомпанию «Круг» еще в июле этого года обратились одесситы, проживающие по улице Александра Невского. Тогда они были возмущены, что возле них был выкуплен участок в Трисотке, на котором собираются строить пятиэтажный дом. После этого в СМИ появилась информация, по крайней мере, еще о двух таких же строительных объектах. На улицах Долгая и Бригадная. Естественно, близживущие горожане подали иск в суд. Хочу отметить, что по улице Долгая, 46, строительство закончено, строение введено в эксплуатацию, а по адресам Александра Невского, 66 и Бригадная, 4, строительство приостановлено в связи с имеющимися решениями суда первой инстанции. По словам представителей застройщика, это не строительная пирамида. Люди строят дом сами, на правах совместной собственности. Также юрист утверждает, что разрешение на подобное строительство в горсовете получать не надо. Поэтому они уверены, что действуют абсолютно законно. На мой взгляд, законность данных строений, она абсолютно ясна и проста. То есть, вот вопрос в том, как оценит суд законность имеющихся документов, но это уже не входит в компетенцию мою, как адвоката. Законный или незаконный данные объекты будет решать уже следующая инстанция – апелляционный суд. Но у тех, кто возводит эти дома, есть уверенность, что правда на их стороне. Подобное строительство практикуется в Европе и США, и ничего в этом страшного нету. По крайней мере, так утверждают представители застройщика. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Генеральный план развития Одессы обязательно нужно принимать. К такому мнению пришли специалисты Управления архитектуры и градостроительства областной государственной администрации. Если документ не утвердить, в городе будет продолжаться строительное беззаконие. Споры вокруг очередного проекта генерального плана еще идут, но разработка документа завершена. Два месяца работы согласительной комиссии с участием руководства городского управления архитектуры и представителей общественности прошли конструктивно. Внесенные в план поправки позволяют сохранить прибрежные склоны, парки и скверы, историческую застройку, маршруты, городского электротранспорта и так далее. Городостроительный совет при областной государственной администрации рассмотрел и поддержал доработанный проект генплана. Пока не будет принят генеральный план города, будет происходить беспредел. Это мое глубокое убеждение. Будут появляться подсадные дома. Когда нет основного документа, можно делать все, что угодно. Проект генерального плана с учетом дополнений отправлен на корректировку в Киев. Теперь проблема в том, чтобы оплатить работу проектировщиков и экспертов. На данный момент у казначейства нет денег, но уже сейчас необходимо строить с учетом изменений в законе. Отменены все правила застройки всех уровней, как вид документации, не предусмотренный действующим законодательством. То есть, если вы слышите, что кто-то говорит согласно правилам застройки, это нарушение, их нет. Ни в одном городе области города, ни в одном населенном пункте. Что касается области, согласно закону о градостроительной деятельности, проводится процедура актуализации или обновления градостроительной документации, которая создавалась 30 или 40 лет назад. Для этого во всех районах выполнили аэрофотосъемку, продолжаются геодетические работы и катографирование. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУХ. 17 сентября украинские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Ребята, которые каждый день рискуют своей жизнью, вытаскивая людей из-под завалов и из огня, сегодня были в парадной форме, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Поздравляли спасатели не только коллеги, но и представители областной власти. В частности, заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Валерий Матковский. Спасатели в свой профессиональный праздник тоже отметили Валерия Дмитриевича, оценив его работу. Чиновник в долгу не остался. В своем лексиконе, вот, обезуясь больше слова пожарных, не употреблять. Потому что вы действительно та структура, в которой занимаетесь спасением жизней людских, имущества, которое принадлежит либо государству, либо каждому из нас. Как оказалось, спасателями не рождаются, а все-таки становятся. Каждый пришел на службу своим путем. Но, одев синюю форму с надписью «Ретевник», понял – это мое. И теперь уже ни за что не снимет. Как-то раньше в детстве еще, наверное, хотелось, а потом, в принципе, как-то не ожидал даже. Ну, после армии пошел служить и ни разу не жалею. Один из самых первых моментов, когда я только пришел сюда служить, после первого пожара на Кулиндорово горелококрасочный завод. Там действительно была очень серьезная ситуация. Мы практически двое суток там сидели, в общем, разбирали все конструкции похоревшие. После того, да, конечно, думаю, не зря на Российской пошел. Если честно, поначалу не думал. Так же и сложилось. Не нравится спасать людей, поэтому пришлось стать спасателем. И об этом не жалею. Людей стараюсь свои профессиональные обязанности исполнять честно. В свой профессиональный праздник спасатели приготовили для одесситов сюрприз. На улице Бунина, где находится старейшая пожарная часть, был открыт консультационный центр службы по чрезвычайным ситуациям. Центр готов оказать помощь каждому одесситу. Может быть, в дальнейшем такой центр будет немножко развиваться в плане и обучения нашего населения, поведения на пожарах при любой чрезвычайных ситуациях. Вот так же я бы хотел сказать, что у нас на уровне каждой пожарной части, в каждом районе ведутся плановые приемы населения, то есть людям по удобству всегда ближе подойти в пожарную часть и получить ту или иную консультацию. Но на самом деле хочется и спасателям, и всем одесситам пожелать, чтобы посещение этого центра заканчивалось только дружеским рукопожатием и пожеланием приятного дня. И чтобы ни у кого из нас не было повода набирать номер 101. Чья-то жизнь на грани тьмы и света Заревал пожара до небес И с тобой мы лезем, ты была эта Ты ж мой друг спасатель МЧС Дал тебе доскод такую роль Выйдет в форс-мажора на краю Чувствуя душой чужую боль Даже на свою Коллектив телекомпании «Круг» желает спасателям терпения, смелости и выдержки. И чтобы каждый из них после смены возвращался домой. Анатолий Косин, Елена Бачевская, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Как оказать первую помощь человеку, попавшему в беду? Как правильно вести себя на дороге? Как уберечь себя от попадания в сложную ситуацию? В честь Всемирного дня оказания первой медицинской помощи Одесская областная организация Красного Креста Украины совместно с общественной организацией Пересыпчанка стали инициаторами проведения урока безопасности для школьников Пересовского района. С 2000 года Всемирный день оказания первой медицинской помощи проводится ежегодно во вторую субботу сентября с целью обучения населения необходимым медицинским мероприятиям пострадавшему для спасения его жизни и предупреждения осложнений. По мнению председателя Одесской областной организации Красного Креста Украины Тамары Барныч обучать таким навыкам необходимо с детства. С раннего возраста должно воспитываться понимание о взаимопомощи. Независимо от того, сколько ребенку лет, начиная с самого маленького возраста и когда ребенок заканчивает школу, он должен знать азы. И первая помощь – это главное. Знания, которые должны быть, чтобы жизнедеятельность человека как-то поддержать. Такие мероприятия нужно проводить почаще, особенно сейчас, когда начался учебный год. Многие детишки занимаются в спортивных секциях, в других коллективах. И, конечно, всегда все торопятся, всегда все бегут. И наша задача, задача взрослых – объяснить им правильно, как нужно переходить дорогу, как нужно вести себя на дороге. Вот с этой целью, собственно, и было организовано мероприятие. На сегодняшний день основными причинами БЕД статистика называет незнание основ противопожарной и электробезопасности, правил поведения на воде и правил дорожного движения. Поэтому в детский центр «Зюрисвит» для проведения урока безопасности были приглашены и другие гости – представители ГАИ Суворовского района и сотрудники криминальной милиции города, которые, в свою очередь, обучали ребят правилам поведения в темное время суток. Если уже так случилось, что некому ребенка забрать, каждый ребенок должен для себя уяснить, что он должен проходить обязательно по освещенным улицам, по многолюдным улицам, по возможностям, для того, чтобы призастеречь себя от преступных посягательств. На мероприятие собралось около сотни школьников пятых и шестых классов из трех различных учебных заведений. В свою очередь, общественная организация «Пересыпчанка» похлопотала, чтобы для ребят провели не просто урок, а сделали настоящий праздник безопасности. Творческие коллективы Центра детского и юношеского творчества «Зюрисвит» в промежутках между выступлениями лекторов продемонстрировали ребятам песенные и танцевальные номера. Ребята урок восприняли с большим интересом. Они научают нас, что нужно помогать другим, несмотря ни на что. Надо часто проводить, чтобы дети знали, как спасти. Это очень важно об этом знать, как помочь человеку. Ребятам рассказали, что ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают, как правило, неожиданно. В основном это происходит в условиях дефицита времени и в отсутствии людей со специальным медицинским образованием. В этих случаях важно не поддаваться панике, действовать быстро и решительно, потому что в такие моменты дорога каждая секунда. По окончании занятия ребятам был показан мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Сотрудниками Одесской областной организации Красного Креста Украины планируется провести такие уроки для каждой школы города Одессы. Елена Бачевская, Юрий Веселок, телекомпания «Круг». Одесский Черноморец продолжает свое победное шествие. Моряки выбиваются в лидеры. В гостях со счетом 1-0 повержен запорожский «Металлург». Черноморец выходит на второе место в чемпионате. В первом тайме было немного острых моментов. Моряки несколько раз проводили перспективные атаки, которые, увы, не завершались ударами по цели. Но во второй половине тайма гол был забит. На 38-й минуте Матеус сыграл рукой, прерывая передачу Кутаса. Штрафной удар с 22 метров выполнил пострадавший. И после его передачи в штрафную Фонтанельо метко пробил низом. 1-0. После перерыва «Металлург» приложил много усилий для того, чтобы отыграться. Оборона моряков стремилась свести эффективность наступательных операций хозяев к минимуму. И это ей удалось. Одержав шестую победу в шести последних турах, Черноморец укрепился в лидирующей группе команд Премьер Лиги. А до воскресенья, как минимум, будет делить первое-второе место с «Металлистом». Ураган, который пронесся над городом 31 мая, частые проливные дожди на протяжении лета и осень, наступившая буквально 1 сентября, все это признаки меняющегося климата. По крайней мере, так утверждают синоптики гидрометцентра Северного и Азовского морей. Недавно прошедший холодный фронт, который принес сильные дожди, и как результат затопления в Тарутинском и Арцисском районах, далеко не все, что готовила природа в сентябре. Уже с 18 сентября Одесскую область накроет очередной холодный фронт с сильными дождями и грозами. Подробнее о погодных сюрпризах в следующем сюжете. Обильный дождь 12 сентября в Тарутинском и Арцисском районе еще раз показал, что от погоды можно ожидать любых сюрпризов. Уже сегодня власти подсчитывают ущерб от прошедшей стихии. Синоптики говорят, что количество выпавших осадков было рекордное для этого региона. 12 сентября в Тарутинском районе за сутки выпало 4,5-месячная норма осадков, а за четверо суток выпало 57% годовой нормы осадков. Явление это было аномальным стихийным гидрометеорологическим явлением, и остальные станции Одесской области такого количества осадков не зафиксировали. За весь климатический ряд наблюдений такого количества осадков на юге Одесской области не наблюдалось и зафиксировано не было. Впрочем, это не единственный случай стихии такого масштаба в нашем регионе. Погода в этом году преподнесла немало сюрпризов, чего стоит только 15-минутный ураган, прошедший 31 мая в Одессе, и нанесший ущерб на десятки миллионов гривен. Частые проливные дожди, даже осень, которая пришла по календарю буквально 1 сентября. Все это наводит специалистов на логичные выводы. За последние несколько лет отчетливо видна тенденция изменения климата, сопровождающаяся резкими атмосферными процессами не только по территории Украины, но и по всему земному шару. Уже через пару дней может опять произойти погодный катаклизм. В наш регион придет очередной холодный фронт, который накроет и Одессу. На ближайшие сутки, 18 сентября, ожидается прохождение очередного холодного фронта, который будет сопровождаться выпадением осадков в виде дождя, местами очень сильного дождя, который будет сопровождаться также усилением шквалов пригрозами с порывами до 17-22 метров в секунду. Интересно, если прогнозы синоптиков оправдаются, будет ли готова местная власть встретить стихию во всеоружии, или город опять будет затоплен. Не смогли порадовать в метеоцентре и прогнозом до конца месяца. Синоптик сообщила, что бабье лето в ближайшее время не ожидается. Сентябрь обещает быть холодным и дождливым. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». А на сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 340076. Всего наилучшего, хороших вам новостей и до встречи. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Оборудование для качественного электропитания, стабилизаторы напряжения, электростанции, системы бесперебойного питания, аккумуляторы, зарядные устройства. Обращаться по телефону 755-59-99-063-735-0687. www.vipenergo.com.ua